Привет дорогие друзья, с вами Нацу, и я тут недавно наткнулся на одну статью про нашумевшее аниме One Punch Man, на которой я кстати сделаю обзор, как всегда позднее всех, но он уже почти готов, так что мое мнение вы тоже услышите. Итак, японские СМИ бьют тревогу и утверждают, что One Punch Man уничтожает аниме индустрию. Главным героем аниме является Сайтама, лысый супергерой, который побеждает всех своих противников одним единственным ударом. Студия Мэтт Хаус, которая занимается производством данного аниме, полностью оправдала ожидания фанатов манги, из-за чего вполне заслуженно купается в лучах всеобщего обожания. Тем не менее, студия сообщает, что несмотря на многомиллионные просмотры, активность зрителей после выпуска третьей серии аниме довольно сильно упала. А самое удивительное, это то, что количество просмотров упало не только у One Punch Man, а и у всех остальных аниме осеннего сезона. Причина падения просмотров по всей аниме индустрии заключается в том, что в третьей серии One Punch Man, главный герой открывает секрет своей безграничной силы. Рецепт простой. 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 поднятий пресса, пробежка на 10 километров и так каждый день на протяжении трех лет. Сайтама говорит, что нужно тренироваться до полного облысения, так как только в таком случае вы получите настоящую силу. Аниме показалось настолько популярным и внушительным, что огромное количество зрителей действительно поверило, что они могут стать самыми сильными людьми на земле. Если будут следовать этому в кавычках изнурительному режиму. Теперь парки забиты тренирующимися людьми. Куда не пойдет, то везде какие-то атаку бегают, то группа людей отжимается смучительными криками, то еще что-то. Студия сообщает, что ее работники вложили душу в разработку аниме. Но этой самой души, видимо, оказалось слишком много. И теперь это аукается студией боком. Теперь у огромного количества фанатов банально нет времени для того, чтобы сидеть перед телевизором и смотреть новую серию аниме. Катастрофа коснулась большинства телеканалов, анимационных студий и сериалов. Но есть в этом и положительная сторона. Министерство здравоохранения Японии сообщает, что если жители будут жить в таком же темпе в ближайший год, то Япония значительно поднимется в рейтинге здоровых наций с шестого до второго места. А если люди полностью закончат этот трехгодичный комплекс тренировок, то японцы станут самой здоровой и сильной нацией в мире. Действительно, будет страшно, если среднестатистический японец будет справляться с Годзиллой одним ударом. Не так ли? В общем, не исключено, что Министерство здравоохранения Японии будет финансировать второй сезон аниме. А насколько все это серьезно или нет, я судить не могу. Наверняка это не настолько масштабно, как описывается в СМИ. И как мне кажется, скоро выйдет какое-нибудь очередное аниме про онлайн игры, и все атаку опять засядут за свои компы. Но если даже кто-то на самом деле так серьезно подойдет к тренировкам по рецепту Сайтамы, то думаю, это обернется только пользой. И надеюсь, что аниме-индустрия из-за этого не пострадает на самом деле. А вам, мои зрители, такой вопрос. Вы, например, были бы готовы выполнять эти тренировки, если бы точно знали, что станете суперсильными людьми? Ответ пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. С вами был Натсу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и, конечно же, оставляйте комменты под видео. А также делайте репосты ВКонтакте. Вам не трудно, а мне приятно. И мы скоро свидимся с вами в новых видео. Всем добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok